Всем здравствуйте! Урок математики. Откройте тетрадь, запишите сегодняшнее число. Сегодня мы с вами будем повторять и закреплять все то, что учили в первом классе. Итак, первое задание. Нам нужно вставить нужные числа вместо пропущенных. Посмотрите на все примеры. Здесь у нас примеры на вычитание. Значит, нам нужно находить неизвестные компоненты действия вычитания. Посмотрите на первый пример. Нам нужно найти вычитаемое. Чтобы найти вычитаемое, нужно от уменьшаемого вычесть разность, то есть 4, и то вычитаемое, которое у нас уже есть 4. От 11 мы отнимем 4. Получится 7. И от 7 мы отнимем еще 4. Получится 3. Значит, в первом примере пропущено число 3. Давайте проверим. 11 минус 3 – 8. И 8 минус 4 равно 4. А теперь обратите внимание, в первом столбике последний пример. Здесь нам неизвестно уменьшаемое. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к вычитаемому прибавить разность. То есть мы к 5 прибавим 3 и прибавим 2. 5 плюс 3 – 8. И 8 плюс 2 – 10. Проверим. Вместо пропущенного числа вставим 10. 10 минус 5 – 5. И минус 3 равно 2. Поставьте ролик на паузу. Выполните это задание. Продолжение следует... Выполняем следующее задание. Нам нужно записать соседий чисел. 16. Чтобы получить предыдущее число, нам нужно отнять 1. От 16 отнимем 1. Получится 15. А чтобы получить последующее число, нам нужно к 16 прибавить 1. К 16 прибавим 1. Получится 17. Значит, вы должны записать так. 15, 16, 17. И так далее. Запишите эти числа в 2 столбика. Поставьте ролик на паузу. Выполните это задание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следующее задание. Нам нужно закончить запись 12 больше 5 на сколько? Как узнать, на сколько одно число больше или меньше другого? Нужно из большего числа вычесть меньшее число, то есть от 12 вычесть 5. 12 минус 5 получится 8 и так далее. Поставьте ролик на паузу, выполните это задание. Следующее задание. Нам нужно решить задачу. Послушайте. На рябине сидели 12 синичек и 7 снегирей. Насколько птиц больше синичек, чем снегирей сидели на рябине? Задача простая. Решается в одно действие. Какие главные слова? Сидели синички, снегири. Синичек 12, снегирей 7. Чтобы показать, на сколько птиц больше, мы ставим стрелочку сравнения. Круглая стрелочка сравнения. После стрелочки пишем НАА, затем вопросительный знак, птиц больше. Чтобы узнать, на сколько одно число больше или меньше другого, нужно из большего числа вычесть меньшее число. Запишите слово «задача» с большой буквы по середине. Не забывайте, что буква сочетания ЧА пишется с буквой А. Напишите условия задачи, решите, напишите в скобочках наименование и ответ. Поставьте ролик на паузу, выполните это задание. Продолжение следует... Следующее задание. Отметь, у какой фигуры нет углов. Прочитайте название геометрических фигур и напишите «У такой-то фигуры нет углов». Выполняйте. Следующее задание. Нам нужно число 13 представить в виде суммы чисел. Вам нужно выбрать только ту пару чисел, при сложении которых ответ будет 13, и только их записать в виде примера. Например, 4 и 9 в сумме дадут 13. Записываем 4 плюс 9 равно 13. И так далее. Выполните это задание. Следующее задание. Нужно заполнить пустые клетки, поднимаясь снизу вверх. Это задание можно выполнить устно. Выполняем. Давайте проверим, сколько у вас получилось. Решим левый столбик. От 8 отнимем 3, получится 5. К 5 прибавили 2, получится 7. От 7 отняли 6, получится 1. Теперь правый столбик решаем. К 3 прибавим 4, получится 7. От 7 отнимем 2, получится 5. И к 4 прибавим 5, получится 9. И к 9 прибавим 1, получится 10. Значит, самая верхняя пустая клеточка – это 10. Работаем дальше. Следующее задание. Нужно решить задачу. Послушайте задачу. Для приготовления варенья бабушка купила сахар. Когда 5 килограммов сахара бабушка израсходовала, у нее осталось столько же сахара, сколько всего сахара купила бабушка. Итак, давайте с вами посмотрим, какие главные слова. Значит, бабушка купила сахар. Она его израсходовала, это будет первое главное слово, израсходовала 5 килограммов. Второе главное слово – осталось, осталось столько же. Столько же – это значит тоже 5. Можно записать словом столько же, а можно написать 5 килограммов. И вопрос. Сколько всего сахара купила бабушка? Объединяющая скобка – сколько всего? Неизвестно килограммов. Задача простая. Нужно решить ее в одно действие. Записать краткую запись. Не забудьте записать ответ. Поставьте ролик на паузу, выполните это задание. Редактор субтитровARS ПОТОРА Корректор А.Егорова итак самое последнее задание это нужно самому себя оценить и заполнить листок самооценки можно около каждого задания нарисовать смайлик смайлик рисуйте следующим образом если вы считаете что задачу решили правильно и вам ее было легко решать то рисуете улыбающийся смайлик если решили правильно но вам помогали и вы сами не понимали что делать нарисуйте смайлик с прямым ртом а если не смогли решить это задание то тогда смайлик с опущенными губами вниз такой нарисуйте и посчитайте количество улыбающихся смайликов если у вас все смайлики улыбаются значит отметка будет 5 поставьте себе ее если один или два смайлика будут с прямым ртом то можно поставить 4 но если больше чем два смайлика которые с прямым ртом тогда 3 а если из всех заданий вы выполнили только одно или два то конечно это не очень хорошо тогда вам нужно все перерешать а с вами вместо репетитора была ирина викторовна подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки всего вам самого доброго друзья до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч